Всем привет. Сегодня происходит нечто просто невероятное, я до конца не верю, что сегодня случилось сегодня и это происходит. Первый раз за три месяца, за три месяца, за три месяца я иду гуляться. У меня такое чувство, что сегодняшнее событие будет просто событием этого года и никак не меньше по степени своей значимости. И меня даже не смущает, что иду я гулять не с моей подругой, а иду на рабочую деловую встречу. Но это же не помешает мне насладиться улицей? Не помешает же, да? Для такого экстраверта, как я, просто эти три месяца в заточении были самым настоящим адом. Если жизнь стала адом, стань дьяволом в этом аду. Цитаты великих людей нет. Но перед тем, как пойти на улицу, я все-таки предлагаю собраться. Как я собиралась? Ну, ну вы уже видите, но это все было не так просто, поэтому вот. У меня выскочил неприятный прыщ. Не то чтобы прыщи вообще бывают приятными, но это особенно неприятно, когда первый день у тебя будет с прыщом. На этом этапе надо было понять, что сегодня не мой день. В первую очередь надо умыться. Что с моим голосом? Смотрите, какой у меня пафосный сухой шампунь. Бальман. И нет, это не я сама покупала, это мне подруга провезла. Я Бальман. Сухой шампунь. Я все это время его хранила, я не хотела его пробовать. Страшно представить, сколько это стоит. Блин, я не могу на себя серьезно воспринимать с этим посередине моего лба. Фак. Сухой шампунь я использую не потому, что у меня волосы грязные, а потому, что это придает больше объему. Пока Крым будет впитываться, нужно сделать две вещи. Кофе. Все, 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 хватит, 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 все хорошо, все отлично, все замечательно. Входим. Цель выпить сейчас стакан воды и налить еще один стакан воды, чтобы взять его с собой, чтобы потом быть в поисках Литл Кан. И вторая вещь, сделать укладку. Как выглядит сейчас моя расческа? Ну, как-то так. Обычно я не подписываю русскую транскрипцию, я даже не вру. Но на расческе я решила подписать, потому что я не могу выговаривать это слово. Моли белны соль. Если кто-то травмирован, ребят, я не хотела. Прыщ у меня просто конкретно раздражает, я прямо сейчас его дамажу. Пока еще крем не высох, но я его уже замажу. Вот это надо было же расковырять, а? Термозащита. Взревная псына. О нет, мой лебеден соль упал. Где моя вывеска? Потерялась. Такой результат. Это одна из моих самых базовых причесок, я ее очень часто делаю. Поэтому я не стала рассказывать вам в подробностях, как я к этому вообще прихожу, как это получается. Потому что те, кто давно на меня подписан, знают, что я уже миллион раз об этом рассказывала. Поэтому, если ты еще не подписан или не подписан на мой канал, то обязательно это сделай. Тык. Подпишись, это проще, чем написать. Подпишись без ошибок. И да, включи себе уведомление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. Кстати, напишите, как лучше, с такой укладкой или как было без нее. Очевидно, мне нужно обновить педикюр, потому что мизинец отпал. Можете ли вы делать так ногами? И почему нога выглядит так странно? Надо сделать педикюр. Это нам не надо, это нам не надо, это нам не надо, это тоже нам не надо. Это надо. Какой-то миллионный раз ищем черный лак. Это надо. Наконец-то я это сделала. Теперь можно сделать макияж. И подобрать аутфит. Это вообще мое. Это мое вообще-то. Тут я буду делать макияж, потому что я хочу параллельно сделать видосик с макияжем в инстаграм. Сделаю какой-нибудь крутой макияж под масочку. Хорошо, что когда я была в Корее, я накупила целый кусок тканевых масок себе. Кто уже знал, что мне это настолько сильно пригодится? Я так-то поняла, что перед тем, как макияж сделать, надо одежду подобрать. А это самое трудное, потому что хочется красиво делать, чтобы паточки еще поделать и вообще все такое. А я не знаю, что мне надеть. Я только знаю, что я хочу надеть это. Чуть не охренела, и потом вспомнила, что моя куртка внизу. Та самая, которую я недавно кастомизировала. Внизу. Все хорошо. Она внизу. Хорошо, нет. 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 Это вообще что? Нет. 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 Тоже нет. 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 Пижама. Ладно, пойдемте в обитель. Так, это надо сразу будет в машину положить, чтобы отдать. Видите, насколько давно я показывала вам этот рюкзак? Вот только сейчас я буду класть его в машину, чтобы потом при встрече с человеком его отдать. Да, я, кстати, набила целую кучу косметики для нее и вообще всего-всего-всего. Так что тяжелый получается рюкзачок. Но по-любому я хочу надеть какие-то сандалии, потому что я же не просто так делала. Так, нет, это не сегодня. Может быть эти? В принципе, можно надеть эти и не париться. Представляете, я купила их в Японии, а в Японии почти год назад была и ни разу не наделала до сих пор эти ботинки. Маска. Ну, первый образ какой-то такой. Второй. Я думаю, что я остановлюсь на этом. Мне как-то более в нем комфортно. Порой нам нужно принять решение, от которого будет зависеть наша судьба. И не только наша. Я здесь вообще не понимаю, что с моими джинсами. Или они были хреново постираны, и они как-то странные усилия, потому что мне в них не очень комфортно. Или я реально разобралась настолько, что время худеть. Я не знаю, что я показываю. А вообще, возможно, отвыкнуть ходить в джинсах, если ты три месяца не надевал джинсы? Три. Хеллоу. Тоже нравится, как выглядит. Достаточно свободно, достаточно приятно. Но... Остановлюсь на втором сегодня. А теперь делаем макияж. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что более подробно это видео вы увидите именно там. Подписывайтесь на мой инстаграм. Ну, чё вы? Чё вы, я ещё не подписываю? Мне кажется, выглядит круто. Что скажете? Такой вот макияж. Я не знаю. Я ничего не знаю. Можно я просто пойду? Ботинки надену. Всё, пойдёмте. Надеюсь, я не разучилась водить, не разучилась ходить, не разучилась общаться. Хотя последнее это спорно. Хочу кофе. Хочу кофе. Хочу кофе. Хочу я. Блин, даже забыла о том, что существуют духи. Какими бы мне воспользоваться? Я забыла, что не надо пол-литра духов на себя выливать пыла. Лайк. Это я сама крафтила. Кастомизировала. Всё, пойдёмте скорее. Я не могу больше дома находиться. Я больше не могу быть дома. Э-э-э, отдай камеру, я пошла. Отдай камеру, я пошла. Ладно, держи. Я пипец как удивлена. Потому что на улице очень много людей. Я вообще в такой панике. Я не верю, что я на улице. Вы понимаете? На улице зелена. Там зелень. Там зелень. Откуда зелень? Просто как на всё это реагировать? Откуда зелень? Откуда зелень? Машина. Машина. А ещё на улице слишком жарко. Я вообще в шоке. Так что моя прекрасная куртка не понадобится. Это что получается? Я её просто так кастомизировала, чтобы не носить. Потому что я вышла на улицу в жару. Ладно, побудьте вместе. Я так давно не была на улице, что я вообще забыла, что я должна запоминать, где я припарковалась. Чтобы потом не забыть самую главную вещь. Рюкзак и мою куртку. Пофиг на машину, но рюкзак и куртку нельзя потерять. Я абсолютно отвыкла от того, что я хожу по улице, и что люди иногда на меня смотрят не только в интернете. Это так странно. Ты идёшь, смотришь на людей, а люди смотрят на тебя. Это как бы ситуация. Метод питья напитков выглядит так. Лайфхак. На улице находится странно, официальное заявление. Странно иметь чашку кофе и гулять вместе с кофе. А ещё очень жарко, всё-таки надо было надевать шорты. Но я счастлива. Поднимаю бокал чаши за вас. Смотрите, птицы реально не боятся. Они сидят и просто смотрят на нас. Я в шоке. Тебя увековечили, это к деньгам. Очень странно. Мы пришли к поводу, что мы хотим в Японию. Это был неожиданный вывод, хотя был достаточно ожиданный. Мы хотим в Японию, а ещё я сделала так. И теперь я держу свою руку в кармане, потому что я идиот. У меня с собой две маски. Это Ай и Эта. Называется, когда цуповат. Эти шлёпки, когда они совершенно вычиня растянуты, было очень тупо, потому что у меня уже мозоль. Привет, мозоль. Мы увидели вот такую вот штуку. Эту надпись. И мы не можем понять, что эта надпись означает. Что это может быть? Просто, да, ситуация. Вся нога в мозолях называется. Ой, Ля. Блин, просто это ужас. Мясо на ногте. Мясо на ногте. Мясо на ногте. Мясо на ногте. Ка, мясо на ногте. Это ужасно. Это не смешно. Не смейтесь над твоим мясом на ногте. Кстати, говорю, знаешь что? У меня полностью пропал какое-то стеснение снимать на улице. Я настолько привыкла сидеть дома, что меня никто не видит, что я ещё не осознаю. Мясо на ногте. Мясо на ногте. Мясо на ногте. Фрапучи. Мы будем фрапучи. Ждём напитки. У меня опять всё натёрло. А куда у тебя те пластыри делись? Они отвалились. Хлебная жаба. Ой-ой-ой. Мясной палец и хлебная жаба. Куда ещё бы я могла прийти? Заказала корейскую и японскую еду себе. Жду. Вместе с едой, раздолбанной перчаткой и ногой, которая просто в мясо. Мистер Мит у меня сегодня на ноге. Я еду такая счастливая. А куда еду? В магазин еду, потому что я знаю, что вышла коллекция одежды Наруто, и мне она нужна. Поэтому я приехала в магаз, и как бы всё хорошо. Но моя нога в такое мясо, что я еле передвигаюсь. И что самое тупое, ни один пластырь долго не держится, потому что он просто нафиг слетает. Надеюсь, что я не просто так сюда пришла. Да, вот ради чего я пришла. Отлично. Самая главная ценность сегодняшнего дня – это еда. Так, тебе в эту башню еды не принесли. Ноги мои просто умирают. Смотрите, внимание, будет не для слабонервных. Реально мразь контент сейчас будет. Мразь контент. А впрочем, ничего нового. Ля, ребят, просто посмотрите на это мясо. Мне очень жаль, что вы это видите, но это писос. Вы не представляете, как у меня это болит. Она даже у меня дрожит. У меня нога просто дрожит, она трясётся. Вот. И то же самое на второй. Ещё и здесь, короче, рано. Ну да, я молодец. А шо это вы полезли в мои покупки? Я купила абсолютно всё, кроме красной кофты, потому что мне цвет не понравился. И синий, потому что мне материал не понравился. Я считаю, что это достойно примерки. Футболка номер один. Чисто обычная самая футболка, максимально в моём стиле. Я постоянно ношу такие вещи, и мне кажется, она выглядит очень даже nice. Чё скажете? Хорошая футболка. Так, одобряйте. Мне кажется, что жёлтый мне не идёт, но мне понравился дизайн, поэтому как минимум в этом доме я буду ходить. Ещё одна вещь из категории. У меня полно таких вещей похожего плана, но я возьму ещё одну, потому что здесь всё аниме. Скоро у меня вся одежда будет только с аниме персонажами, и мне придётся сочетать одежду между собой так, чтобы они персонажи между собой сочетались. И последнее, вы просто не поверите, но утром, когда я собиралась, я думала, блин, мне очень-очень срочно нужна чёрно-оранжевая, именно чёрно-оранжевая футболка или платье, короче, что-нибудь такое мне очень обязательно нужно. Именно чёрно-оранжевая, при том, что оранжевая одежда, по-моему, у меня вообще нет в гардеробе. И, 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 что, что, что? Чёрно-оранжевая футболка! Здравствуйте! Я с вами прощаюсь. Нет, подождите, она же сказала здравствуйте. Я без понятия, это мне идёт или не идёт, но, по-моему, выглядит, кстати, достаточно круто. Но вот чёрно-оранжевый, это то, что мне надо. Здорово! Надо пойти поесть, я очень голодна. Пакеты. Кари с тонкацу с котлетой. Буду это есть вечером. Это закуски, которые дали в корейском ресторане. Кимчи тиге. Такой суп. К нему рис. Не, ну это полный отстой, потому что мне не положили кимпабы. Не, ну вы прикиньте, какой отстой? Мне реально не положили кимпабы. То есть мне просто отдали мой заказ без кимпабов. Я расстроена. Хотя всё было очень хорошо. Первый день на воле. Моё лицо просто не передает всего недовольства, которое сейчас бурлит внутри меня. И я даже не знаю, что мне надо делать, потому что мне, блин, просто не положили два блюда. Я, блин, думала, что мы вместе с заведомо будем кушать эти кимпабы. Давид! Меня обманули. Что? Меня обманули. Они не положили кимпабы. Серьёзно? Да, они не положили. Там целых две упаковки кимпабов. Я очень злая. Я хотела есть кимпабы. Я очень раздосадована. Я вижу по твоему лицу. Изучаем эмоции Лисы. Один. Радость. Два. Днев. Три. Отчаяние. Четыре. Траур. Пять. Грусть. Шесть. Читает я. Семь. Счастье. Восемь. Вкусно поела. Они пришлют кимпабы. Они вызвали такси. И сейчас тебе на такси всё привезут. Ладно, проблема решена. Нам привезут кимпабы. Серьёзно. Хорошее заведение. Люблю его. Вот туда. Хать. Нет, я правда подумала, что всё, уже никто... Ой, цвет включился. Никто не даст мне мои кимпабы. Выключился снова. Но нет, мне дадут мои кимпабы. Это хорошо. Я очень счастлива. Что ты ржёшь? Забавная ситуация. Кари Кацудон. Я буду это есть и ждать мои прекрасные кимпабы, которые мне этаке провезут. Это в какой-то момент испортил мой день, но теперь этот день стал официально лучшим. Ещё вот это в подарок дали. Ну вообще, я счастлива. Ой-ёй-ёй, ещё и салат положили. Блин. Круто. Кимпабы. Мои кимпабы. Это счастливо? Я буду есть кимпабы и отдыхать. Суммарно я сегодня гуляла 7 часов. Вот такое у меня прекрасное завершение вечера. Всё, я пойду отдыхать. Всем спасибо за просмотр и всем пока-ка.